Добрый день, уважаемые зрители! Мы продолжаем с вами говорить про оптимизацию работы конфигурации, построенных на платформе 1С. Мы начинаем говорить про регламентные задания 1С. Первая тема у нас итоги. Что такое итоги? Я бы не хотел сейчас уходить глубоко в вопросы структуры данных 1С, как они реализуются, зачем они нужны, что можно сказать. У нас с вами есть, допустим, регистры накопления. Регистры накопления на самом деле представлены в базе двумя таблицами. Таблицами движений, таблицами итогов. Итоги всегда рассчитываются на конец месяца, но относятся к началу следующего. То есть, например, итоги за апрель относятся к 1 мая. Важный момент для понимания, это то, когда мы пишем запрос, у нас система использует итоги. Допустим, мы хотим узнать объем продаж. К примеру, давайте представим, что итогов нет. Ну вот, в принципе, такого механизма нет. Пойдем от обратного. Не погружаясь еще раз, повторюсь, в какую-то глубину. Я придерживаюсь моей концепции максимально доступных видео, но все равно. Так вот, пойдем от обратного. Итогов нет. Нам надо с вами узнать объем продаж, допустим, на 7 мая. У нас есть регистр, неважно, как он называется. Важно, что это регистр накопления остатки. Но никаких итогов нет. Единственный способ узнать объем этих продаж, а с учетом того, что наша компания работает, допустим, очень давно, но мы хотим узнать не весь объем продаж, а объем продаж с 1 января. Это пройти абсолютно по всем документам, потому что таблица движения строится в разрезе регистраторов. То есть, документов, допустим, документов реализации. Это чудовищно, потому что, если у нас, допустим, в день есть хотя бы 10 продаж, то за январь, февраль, март, апрель за 4 месяца, это 120 дней, у нас 1200 документов. Если у каждого документа есть хотя бы 5 строк, это около 5000 строк. А потом у нас разговор о том, что у нас все так медленно работает, любой отчет. А потому медленно работает, что у вас итоги либо не включены, либо вообще не настроены. Я не знаю, что из этого хуже. С моей точки зрения, все отвратительно. Итоги нужно в обязательном порядке включать. И не менее, в обязательном порядке они должны быть настроены. К вопросу о том, а что же такое, о чем мы сейчас с вами будем говорить, это период рассчитанных итогов. У нас специальная обработка есть. Текущие итоги, это итоги на 3199 год, если мне не изменяет память. Итоги не считаются сами по себе. Вернее, считаются регламентным заданием, если его настроить. Но чисто теоретически, если бы у нас итоги не двигаются, границы итогов не двигаются, то у нас, допустим, границы итогов есть только за март, на 1 апреля. И вот несчастной системе, мы немножечко облегчили жизнь. Она действительно за март забрала значение, например, с января по март. А за апрель она опять пробежится по всем документам. Их, конечно, меньше, всего 270, а не 1200. Вот что такое итоги. Есть у нас кнопочку «Сосстановить период итогов». Мы ставим до 30.04.2017. Можно вообще использовать часто используемые возможности. Для всех нажали. Обратите внимание. Вот происходит у нас перестройка. Также мы обязательно должны его включать, но у нас все и так включено. Это что касается итогов. Очень важный механизм. То, что я сейчас показал, делать обязательно. Единственное, на чем я еще остановлюсь, это на том факте, что у нас есть еще статистика. После того, как мы вот эти итоги все переформировали, не поленитесь. Запустите пересчет обновления статистики. Потому что информация там сейчас стала недостоверная. Спасибо за внимание. До свидания.